Утром во вторник Россия вновь нанесла ракетные удары по городам Украины. Местные власти сообщают о взрывах работе ПВО в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове и Житомире. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в городе снова были взрывы, в частности в Деснянском районе. Удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры, написал Кличко. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже подтвердил три попадания по объектам энергообеспечения Киева. В Днепре и Житомире удары были нанесены по энергетическим объектам. В Днепре в результате двух ударов серьезно повреждена предднепровская ТЭЦ, сообщил Тимошенко. Информации о погибших и пострадавших он не привел, но отметил, что на месте работают спасатели. После взрыва в Житомире частично пропал свет, над городом поднимаются клубы дыма. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале «Харьков под обстрелом. В городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города». Ночью ракетами С-300 российские войска обстреляли Николаев. Один человек погиб. Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом квартале Ейска в Краснодарском крае возросло до 13 человек. Среди них трое детей, 19 человек пострадали. 10 тел погибших были найдены в ходе разбора завалов на месте падения самолета. 68 человек спасены, 360 эвакуированы. 11 пострадавших госпитализированы в больницу в Ейске. Еще четверо, включая двух детей, подключены к аппаратам ИВЛ. Из-за тяжелого состояния их перевезли в Краснодар. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что самолет был без боеприпасов. Но очевидцы заявили, что после падения самолета и возгорания были слышны звуки взрывов и из-за взрывов машины скорой помощи не смогли сразу приблизиться к месту происшествия. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что взрыва после падения самолета не было, а пожар возник в результате разлива горючего. Министерство обороны России подтвердило факт крушения. В его заявлении говорится, что самолет Су-34 упал во время тренировочного полета. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Власти Краснодарского края намерены выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших при крушении. Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Иран несет ответственность за убийство украинцев. Это заявление прозвучало после того, как в понедельник Россия атаковала украинские города с помощью беспилотников иранского производства. Иран несет ответственность за убийство украинцев. Страна, которая угнетает свой собственный народ, теперь дает РУ монстрам оружие для массовых убийств в сердце Европы. Вот что значит незавершенное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций недостаточно, написал Михаил Подоляк в Твиттере. В последние недели Украина сообщила о серии российских атак с использованием иранских беспилотников Шахет-136. Иран отрицает, что поставляют беспилотники в Россию. Кремль не дал никаких комментариев на этот счет. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы. Сразу после Юрия Ростова моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом.